Так подошло 7 ноября. С утра на заборе повесили 4 красных флага. Пятый был укреплён на здании штрафного изолятора. На доске объявлений повесили приказ об усиленной воинской бдительности по случаю юбилея. В три часа заключённые собрались на площадке возле 6-го барака. Начальник лагеря майора Моссов сказал краткую речь. Революционные праздники касаются всех советских граждан. Даже людей, которые временно ступились. Кого-то убили, ограбили, изнасиловали. В общем, наделали шороху. Партия даёт этим людям возможность исправиться. И ведёт их через упорный физический труд к социализму. Короче. Да здравствует юбилей нашего советского государства. А с пьяных и накуренных будем спрашивать. Я уже не говорю о скотоложестве. А то половину соседских коса гуляли. Мать вашу. Это ничего себе. Раздался голос из Штиренки. Я дочку второски телепком отехал. А козу что, не имею права что ли? Помолчите, Гурин. Опять вы фигурируете. Мы ему роль товарища Ленина доверили играть. А он на козе мечтает. Что вы за народ? Народ как народ. Сучьё да беспредельщина. Отпетые вы люди, как я погляжу. Минучку, минучку. Не расходитесь. Вынырнул из-за плеча замполит. В 6.30 общее собрание. После дрожечной части концерт. Явка обязательно. Отказники пойдут в изолятор. Вопросы есть? К шести заключённые начали группами собираться около библиотеки. Здесь в бывшей тарной мастерской проходили общие собрания. Заключённые побрились, почистили ботинки. Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. И всякий раз оборачивая кому-то шею полотенцем. Он говорил, чирик. И душа из тебя вон. В 6.30 распахнулись двери сарая. Заключённые шумно расположились на деревянных скамейках. Трое надзирателей внесли стулья для членов президиума. Кто-то неуверенно захлопал. Его поддержали. Перед микрофоном вырос Хурив. Замполит улыбнулся, показывая надёжные серебряные коронки. Потом загнул бумажку и начал. «Вот уже 60 лет!» Как всегда, микрофон не работал. «Вот уже 60 лет!» «Слышно! Слышно!» Вместо ответа из зала донеслось. «60 лет свободы не видать!» Майор пристал, чтобы запомнить нарушителя. А Хурив заговорил громче. Он перечислил главные достижения советской власти. Вспомнил о победе над Германией. Осветил текущий политический момент. Бегал, остановился на проблеме развернутого строительства коммунизма. Потом выступал майор Сахтевкара. Речь шла о побегах, лагерной дисциплине. Майор говорил, тихо, его не слушали. Я запомнил лишь фразу. «Сократить честно лагерных убийств на 26%!» Прошло около часа, заключенные тихо беседовали, курили, задние играли в карты. Наконец, Хурив объявил. «Концерт!» Сначала незнакомый зэк прочитал две басни Крылова. Потом в бане Тарасюк жонглировал электрическими лампочками. Он жонглировал, жонглировал, жонглировал. Лампочек становилось все больше, больше, больше. В конце Тарасюк подбросил все лампочки одновременно. Быстро тянул на животе резинку. И лампочки посыпались в сатиновые шаровары. Рецидивист Шушаня без аккомпанемента исполнил цыганочку. Когда ему хлопали, он кричал. «Жаль, сапоги лохшовые! Не тот эффект!» Потом объявили нарядчика Логинова в сопровождении гитары. Логинов вышел, тронул струны и... Цыганка с картами, глаза упрямые, Маниста древняя и нитка бус. Хотел судьбу пытать бубновой дамою, А выпал снова мне пиковый туз. Таганка! Все ночи полные огня, таганка! Ему долго хлопали, просили спеть на бис, Но замполит был против. Он вышел и сказал, хорошего, понемножку. Потом поправил ремень, дождался тишины и объявил. Революционная пьеса «Кремлевские звезды» Исполняют заключенные у Свымского лагпункта. Владимир Ильич Ленин, заключенный Гурин. Феликсин Мунзержинский, заключенный Цуриков. Красноармеец Тимофей, заключенный Чмехалов, Купецкая дочь Полина, работница Хачель, Лебедева, Тамара Евгеньевна. Итак, Москва, 1918 год. Хурев Пятист удалился. На просторе вынесли стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену появился Цуриков в диагональной геностерке. Он почесал ногу, сел, глубоко задумался. Потом вспомнил, что он болен. И начал усиленно кашлять. Он кашлял, а Ленин все не появлялся. И за кулис с опозданием вынесли телефонный аппарат, без провода. Цуриков перестал кашлять, снял трубку, задумался еще глубже. Из зала одобряющие крикнули. Давай, мотыль, не тяни резину! Тут появился Ленин с огромным желтым чемоданом в руках. Здравствуйте, Весенуныч. Здравствуйте. Не вставая, ответил Дзержинский. Гурин опустил чемодан, хита прищуривший спросил. А знаете, Весенуныч, что это такое? Чемодан, Владимир Ильич. А ничего он, вы знаете? Понятия не имею. Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя полное равнодушие. Из зала крикнули еще раз. Встань, мотылина! Когда ты с паханом базаришь! Но Ленин перебил его. Главное достижение воютцы люди! Собирайтесь, батяки, в Крым! В Крым! Рано лишь рано! Вот покончим с мешевиками! Обезглавим буржуазную кобру! Да не кобру, а гидру! 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 Один черт! Макнул рукой Дзержинский. Дальше шло более-менее гладко. Ленин уговаривал. Дзержинский не соглашался. Затем на сцену поднялся Тимофей. Кожаный пиджак лейтенанта Родичева напоминал чекистскую тужурку. Полина звала Тимофея бежать на край света к Врангелю. К Врангелю, что ли, спрашивал жених и хватался за несуществующий маузер. А из зала кричали, шныр, заходи с червей! Тащи ее в койку! Докажи, что в штанах еще кудахчет! Полина гненотоборножкой, отдергивая платье, и снова подступалась к Тимофею. Загубил ты мои лучшие годы! Бросил ты меня одну, как вопли рябину! Представление шло к финальной сцене. Хурев одыскал меня глазами, с удовольствием кивнул. В первом ряду довольно ощурился майор Амосов. Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем лицо его осветилось светом исторического предвидения. Кто это? Кто это? Воскрикнул Гурин. Из зала на вождя революции глядели худые и бледные физиономии. Чьи-то счастливые юные лица? Чьи-то веселые блестящие глаза? Неужели, молодежь 70-й? В голосе артиста созвенели романтические нотки. Его речь была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо. Неужели это славные внуки эволюции? Сначала неуверенно засмеялись. В первом ряду через секунду хохотали все. И в общем хоре слышался бас майора Амосова. А Владимир Ильич пытался говорить «Завидую вам по санкции будущего! Это для вас! Зажигали мы первые огни на восторг! Это для вас! Да-да, слушайте вы, псы! Останускай с Гулькинхелл!» Зал ответил Гурину страшным неутекающим воем «Замри, картавый, перед беспредельщиной! Эй, кто там поближе, пощекотите дома пасана! Линяй отсюда, дядя, подгорели крентеля!» Хурив протиснулся к сцене и дернул вождя за брюки. «Пойте!» «Как уже?» «Пой, Жудун!» Но тут осталось два предложения. Про буржуазию и про звезды. Буржуазию отставить, переходить их к звездам. И сразу запивайте интернационал. Гурин громко крикнул «Канчай, Базайн!» И мстительным тоном добавил. «Так пусть же светят вам, дети грядущего!» «Наши кременские звезды, поехали!» Хурив взмахнул с шомполом, знал, чуть притих. И вдруг Гурин неожиданно чистым тенором вывел. «Вставай, проклятием заклеменный весь мир голодных и рабов!» И он вдруг странно превразился. Сейчас это был деревенский мужик. Таинственный и хитрый, как его недавние предки. Глаза у него были закрыты, лицо казалось отрешенным и грубым. Внезапно его поддержали один, неуверенный голос второй, третий. Я слышу нестройный распадающийся хор. Кипит наш разум возмущенный. Множество лиц селось в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли. Хурив размахивал шомполом. На губах вождя революции застыла странная мечтательная улыбка. Весь мир насилием и разрушим до основания. А затем... И вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые. Впервые я был частью моей особенной небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы. На минутку от слез я потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то заметил. Последний куплет дотянули одинокие, смущенные голоса. «Представление окончено!» – сказал Хуриев. Опрокидывая скамейки, заключенные направлялись к выходу. «Представление окончено!» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ